А все-таки, чтобы там не лаяли, а мне здорово с хозяйкой подфартило. Ну, посудите сами. У большинства из нашего племени хозяева, прямо скажем, отстала никудышная. Улягутся у телеящика и не в попад рассуждают, какой ногой надо было пас давать, а кому вообще не давать. А мне этот их виртуальный футбол по большому армейскому барабану. Лично я больше всего на свете в Орехово на лыжах кататься люблю. Так что, как выходные, хозяйку пораньше бужу и на полумарафонскую дистанцию ставлю. А уж на дистанции извиняющий в ушах ветер и эти, как их там, фитонциты очень полезные для таких кобелей, как я. Ну, в смысле, для здоровья нужные. Ну, вы меня понимаете. Хотя вот про скорость мне все-таки не все до конца понятно. Ну, например, на крутых подъемах я их всех легко, без напряга, одной задней левой делаю. А вот на длинных спусках почему-то приходится уныло догонять. Наверное, все дело в нанофизике или в квантованной механике. Я еще с детства с ними не в ладах. Но ничего. Поступлю в какой-нибудь новомодный университет, подучусь маленько и разузнаю, что почем. Меня-то с моими-то данными в любом университете с руками и ногами оторвут. Ну, пардон, с лапами, конечно же. Кто же мне? Спортсмены-лыжники. Всего-то полмарафона пробежали, а уже так скукожились. Да, все-таки надо ими заняться. Потренировать. А вот что еще клево, так это то, что после променада можно плавно к высокому искусству переползти. Особенно, когда вот этот с рыжими усами на гармошке по всем клавишам лупит. Да и девушек вокруг него, симпатичных, всегда навалом. Так что, как бобер Кирюша, уши навостряю и плавно растворяюсь в фа-диез миноре. Все. Бесповоротно заметано. В следующие выходные опять хозяйку вывезу на лыжах кататься. Лишь бы снег не растаял. А вы как думаете, растает? Выходи мимо! Выходи мимо! Бо видов, смотри, какие видов... Бо вас не делаешь! Бо, боже, боже! Бо, боже, да! Лишь бы hooked! Да, пучка! Да, пучка! Да, пучка! Браво! Браво, срежка! Ты там, парень! Красивая кирпичная. Твое святая complained. Браво! Брэк, так, на мэ, это такое 18-л? Браво!